Приветствую вас на моем канале. В этом видео речь пойдет о блоке питания. Совсем недавно я обнаружил, что блок питания в моем компьютере без разъема под видеокарту. У меня появилась потребность в новом блоке питания. На сегодняшний день такой блок питания стоит около 45 долларов. Он поддерживает новые технологии защиты и соответствует сертификату 80 плюс бронз. Яркая красочная коробка содержит всю техническую информацию об этом блоке питания. На мой взгляд, блок питания AeroCool KC AS600+, на 600 Вт хороший выбор в критерии цена-качество. Итак, приступим к обзору нового блока питания. Первое, что мы видим, это лист с спецификацией или документацией. Также тут указаны все характеристики блока питания. Количество разъемов. В комплект входит сетевой кабель. И все остальное место коробки занимает сам блок питания с кабелем. Блок питания упакован в защитную пленку с пупырышками. На самом блоке питания также дублируется таблица с его характеристиками. Кнопка включения-выключения и яркая наклейка бренда. Раскрутив стяжку, становится более визуально видно, какие коннекторы предоставляются этим блоком питания. В комплекте также есть четыре винтика для крепления. Итак, замена. Раскручиваю свой старый блок питания Foxconn. Он на 400 Вт. Но, к сожалению, без шести или восьми пинового разъема под видеокарту. Это не страшно. Потому что у меня уже есть новый блок питания. Форм-фактор этого нового блока питания ATX. Поэтому он подойдет почти к любому современному корпусу компьютерному. Так, я его закручиваю. И непосредственно начинаю подключать компоненты компьютера. Материнская плата подключается коннектором 20 плюс 4 пин. Питание процессора подключается 4 плюс 4 пином. Этот блок питания снабжен семью SATA разъемами питания. Этого достаточно для большинства корпусов или большинства потребностей периферии. Вот так выглядит мой компьютер. Обратно закручиваю корпус, крышку корпуса. Вот какая задняя панель этого блока питания. Итак, у меня компьютер подключен к сети через источник бесперебойного питания. Поэтому я хочу вам показать разницу нагрузки, которая отображает утилиту от этого источника бесперебойного питания. Называется Opsmon. Слева вы видите нагрузку на мой старый блок питания 400 Вт. Которая составляет приблизительно 39%. А с правой стороны это такая же нагрузка, только на новый блок питания 600 Вт. Видно, что степень загрузки 19-20%. Мне кажется, это зависит от эффективности распределения питания и нагрузки непосредственно самого блока питания. Как выводы, я считаю, что замена блока питания это очень редкое явление. Если бы, например, в моём старом блоке питания был разъём под видеокарту, то очень большая вероятность того, что я бы вообще блок питания не обновлял. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...